Меня пытали, меня похищали. Мне прижгли пальцы на правой руке сигаретами, говоря, что я буду так лучше писать и никогда не забуду, как хорошо надо писать. И я была отравлена. Результаты этого отравления, я чудом уцелела, и это все еще в моем организме, и эти все процессы как бы чувствуются. Это не прошло даром для моего здоровья. Я ежегодно участвую в десятках конференциях по всему миру. Тем не менее, эта конференция для меня является особенной. Она носит, кроме общественной деятельности, как бы персональное значение для меня имеет, потому что я черкешинка. И как черкешинка я, кроме моей журналистской деятельности, также занималась и деятельностью по восстановлению исторической справедливости в отношении моего народа. Если есть слово геноцид, сейчас многие воспринимают как политическую спекуляцию или козырь в политической игре, для нас, для черкесов, это для каждого из нас личная трагедия, личная боль. Мы народ, который лишен дома, лишен права на возвращение домой. Наша земля была оккупирована. Она остается оккупированной до сего дня. И сейчас делается все для того, чтобы на политической карте мира никогда больше не появилось название Черкесия. Существует неопровержимое доказательство геноцида. Об этом мы говорим в обращении, которое выработано. В ходе двух дней работы на конференции рабочей группой представителей черкесского народа из разных стран мира, заявление к грузинскому парламенту с просьбой о признании геноцида черкесского народа, совершенного Российской империей и продолжающего вследствие политики Российской Федерации. То есть геноцид, который не закончился в XIX веке, который продолжается по сегодняшний день. Мы, черкесы, являемся второй по величине послерусской диаспоры в мире выходцев из территории России. По нашим подсчетам и на основании подсчетов статистических данных стран проживания черкесов это примерно колеблется цифра от 5 миллионов до 6 миллионов. Только 3% от общей численности черкесов живут на исторической родине. 97% живут в изгнании. Нет ни одного сравнения или прецедента в истории человечества, когда народ был изгнан в таком количестве. Я сейчас делаю фильм о черкесских диаспорах. И это было для меня открытием обнаружить, что вот в Иордании, в Израиле, в Турции, в нескольких местах, где я была, а также в Америке, естественно, и в Германии. Последнее поколение, как бы, самое молодое, оно наиболее политически активно, оно наиболее связано, чувствует свои корни с родиной. Каждого, из кого я спрашивала, как вы себя идентифицируете, как немец, как иорданец, как сириец. Нет, я черкес. На каком языке вы хотите говорить? На черкесском? Я учу черкесский. А что является вашей родиной? Моя родина Черкесия. То есть, если было какое-то время, что ли, когда мы боялись реальной ассимиляции и потери вообще, как бы, смерти как народа, как нации, я думаю, что мы уже прошли этот этап. Продолжение следует...